Шален, дорогие друзья, сегодня 1 декабря 2022 года. Мы продолжаем молиться о нашем приближении к Богу. И наша сегодняшняя тема называется «Любишь ли ты заповеди Божьи?» Прочтем первый стих из 111 Псалма. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Человека, крепко любящего заповеди Божьи, Дух Святой называет «блаженным». Обычно в человеческом сознании слово «заповеди» ассоциируется с нутной обязанностью делать то, чего не хочется, но надо. Но оказывается, есть люди, которые не только не тяготятся необходимостью исполнять заповеди, но любят их. И даже крепко. Почему же они так любят заповеди? И как эта любовь делает их блаженными? Заповеди – это повеление, распоряжение Бога. Они даны человеку, любящим Богом, как помощь на пути, так как создают для него определенные границы, сохраняя его от зла. Заповеди Божьи – это ограждение, помогающее человеку не провалиться в пропасть, которую, как правило, нелегко увидеть, как говорится, невооруженным глазом. Написано, «Хранящий заповедь хранит душу свою, поэтому соблюдающий заповедь не испытает никакого зла». Книга Притчи, 19 глава, 16 стих и Экклезиас, 8 глава, 5 стих. Человек же, который разрушает духовную ограду, каковой является заповедь, подвергает себе опасности. Слово Божье предупреждает, кто разрушает ограду, того ужалит змей. Древний змей, сатана, получает свободный доступ к человеку, который таким образом оказывается на его территории. Без заповеди Божьих человек оказывается в темноте и не видит, куда поставить ногу, поэтому Соломон и называет заповедь светильником. Притчи, 6, 23. Заповеди Божьи – это духовные указатели на пути человека в жизнь. Как сказал Христос, «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» – Матфея, 19, 17. Жизнь вечная – это не то, что начнется после смерти. Жизнь вечная – это жизнь в Боге, который есть Бог вечный. По большому счету, жизнь не может быть не вечной. Библия определяет состояние невозрожденного человека как мертвое. Заповеди Божьи необходимы для истинного благополучия человека. Бог благ, поэтому Он дал людям Свои заповеди, как сказано, «дабы хорошо было им и сынам их вовек». В Трозаконе 5, 29. Бог требует от человека, чтобы соблюдал заповеди Господа, ибо таким образом Он благотворит своей душе. Священное Писание открывает, какие благословения ждут человека, который внимает Божьим заповедям. Как сказано, «О, если бы ты внимал заповедям Моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы, как песок, и происходящее из чресел твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя Его предо Мною». Исайя, 48 глава, 18-19 стихи. «Бог видит человека, исполняющего Его заповеди. У Него к такому человеку особое отношение, ибо Он есть Бог, творящий милость до тысячи родов, любящим Его и соблюдающим заповеди Его». В Трозаконе 5, 10. Напротив, человек, который пренебрегает Божьими заповедями, вредит себе самому. Так человек, пренебрегающий заповедью, «Почитай отца твоего и мать», лишает себя обетования этой прекрасной заповеди, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. «Он не увидит в своей жизни блага, и жизнь его не достигнет полноты дней, независимо от того, верующий он или нет, и каких богословских взглядов придерживается. Даже если он будет с пены урта твердить свое оправдание, что он не под законом, а под благодатью, он все равно не увидит блага, и его светильник погаснет среди глубокой тьмы». Притча 20, 20. Как же после всего перечисленного можно не любить заповеди Божьи? Человек, который осознает, что такое заповеди и какие благословенные последствия несет их соблюдение, не может не любить их. Он будет жизненно заинтересован в них, будет жаждать их, как сказано в Псалме 118, 131 стихе, будет стремиться как можно больше узнать о них, молясь, «не скрывай от меня заповеди твоих». Там же в этом 118 Псалме 19 стих. Вот почему такой человек назван блаженным, то есть счастливым, благословенным. Кроме того, Бог обещает дать человеку, соблюдающему заповеди, все, чего он не попросит у него. Апостол Иоанн пишет, чего не попросим, получим от него, то есть от Бога, потому что соблюдаем заповеди его. Первое послание апостола Иоанна, 3 глава, 22 стих. Другими словами, эффективность наших молитв зависит от нашего отношения к Божьим повелениям, то есть заповедям. Приближение к Богу ведет человека ко всевозрастающему соединению, единению с Ним и все более полному пребыванию в Боге, условиям и свидетельствам, чего всегда служат и наши отношения к заповедям Господним. Как написано, и кто сохраняет, то есть исполняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том. Первое послание Иоанна, 3 глава, 24 стих. Невозможно иметь с Богом близкие отношения, пренебрегая его заповедями. Люди, близкие к Богу, крепко любят Божьи заповеди. Итак, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова